Я расскажу вам об удивительных местах нашей планеты. Наше кругосветное путешествие начнется с Мексики. Она включает в себя 35 уникальных мест, где душа поет, а сердце радуется. Сегодня мы перенесемся в исторический центр города Уахаки и археологические раскопки Монте-Альбана. Город Уахака, на месте которого долгое время существовали поселения альмеков, сапотеков и миштеков, ныне имеет прямоугольную планировку и представляет собой яркий пример испанского колониального градостроительства. Уахака быстро развивался и со временем превратился в самый важный центр духовной египетки. В XVIII веке местные торговцы разбогатели, экспортируя кармин и текстиль. В 1854 году город был почти полностью разрушен от сильного землетрясения, в результате чего почти 70% зданий оказались непригодными для проживания. Однако уже к 1890-м годам его население составило 30 тысяч человек. В настоящее время массивность и размеры городских зданий указывают на их приспособленность к условиям этого сейсмически опасного региона. Город притягивает туристов необыкновенно красочными фестивалями, превосходной кухней и разнообразием природных богатств. Это настоящая Мексика, где сочетаются индийские традиции и колониальная архитектура. Населенный в течение более полутора тысяч лет, сменяющими другими народами, альмеками, сапатеками и миштеками, руинный комплекс Монте-Альбан с его террасами, дамами, каналами и искусственными холмами был буквально вырезан из гор, став шедевром сакральной топографии. Руины древнего города занимают значительную территорию и свидетельствуют о его грандиозных размерах и серьезном значении в прошлом. Архитектурный облик города составляют пирамиды, дворцовые сооружения, а также многочисленные стелы и лестницы. Обель украшенными блесками, лепниной, росписью и мозаикой. До города Уахака можно добраться самолетом из Мехико. Также между городами курсируют автобусы. Время в пути на них около 8 часов. До Монте-Альбана можно добраться из города Уахака на автобусе за 30-50 минут.